К встрече новорожденных 2013 года готовились тщательно, продумали все детали, подарки, цветы, медали, концерт. Есть для кого и ради чего стараться. Численность населения в городе растет. В прошлом году у нас тысячный ребенок был как раз 1 июня, а в этом году тысячного ребенка мы регистрировали даже по дате, по актовой записи 15 мая. То есть на полмесяца, на 15 дней тысячный ребенок по городу Одинцово в этом году зарегистрирован ранее. Это говорит уже о том, что прогнозы у нас очень хорошие. Герои дня входили в зал под мелодию любимой песенки «Топает малыш». Правда, топали только их старшие братишки и сестренки, а сами виновники торжества доверчиво посапывали на руках родителей. Надежда Иосина открыла торжество стихами. В один из первых летних теплых дней, когда повсюду ярко солнце светит, отметим день защиты всех детей, защиты счастья главного на свете. Дети – это будущее нашего города, дети – это будущее нашей страны, дети – это будущее, в общем-то, нашей планеты. И всегда о детях говорить радостно и тепло, потому что это самые пока еще не испорченные, самые искренние люди на нашей планете. Олегу Демченко пришлось выдержать небольшое испытание. Подал голос малыш, и мама решила уйти, не мешать другим. «Присаживайтесь, да, или походите. Видите, как-то неудобно, казалось бы, да, что ребенок плачет. Привыкайте. Привыкайте, потому что в ближайший год, как минимум, маленькие вас будут беспокоить. Мы хотели бы от имени комитета, я пришел поздравить вас с большим удовольствием, с столь знаменательным событием в каждой из вашей семьи. Нас это объединяет в этом зале, как раз это событие. Где-то родился ребенок, вот у вас родился ребенок в каждой семье. И хотелось бы, чтобы побольше тишины было, возможности отдохнуть и пожелать вам терпения в ближайшее время, радости, объединения и понимания внутри каждой семьи». Наступила минута вручения подарков. Ромашка считается символом любви. В семь часы с ромашками, а еще медали, книги о родном городе, яркие букеты цветов, подарки. На празднике присутствуют разные семьи. У кого-то только появился первенец, две супружеские пары, уже многодетные. С пустыми руками с праздника никто не уйдет. Наталья Викторовна Костина вырастила троих детей, а теперь у нее шесть внуков. Для полного счастья семье средней дочери Марины хорошо бы улучшить квартирные условия, добавить пособия. Старшему внуку Егору подарить абонемент в бассейн, пока самим покупать дорого. А всем… Здоровье прежде всего, чтобы везде все это было для детей, для семьи, чтобы больше внимания обращали. Вот так вот, чтобы в очереди очень, врачей проходить очень, в большие очереди. Невозможно попасть к специалистам. Это надо записываться, это надо вставать во сколько, чтобы очередь занять только в регистратуру. Наталья Викторовна и вся семья были удивлены, узнав, что все одинцовцы имеют право бесплатно пользоваться услугами спортивного комплекса Одинцовского гуманитарного института. Галина Поликарпова, Алексей Орлов, телекомпания Одинцова.